В эфире проект «Деловая жизнь». Это проект, который знакомит нас с многогранным миром пермского предпринимательства, с ключевыми фигурами и знаковыми событиями сегодня в выпуске. Какие вопросы станут ключевыми на Пермском инженерно-промышленном форуме в этом году? Как прошла премия «Деловая жизнь» женщины Пермского края? А также смотрите интервью с одной из победительниц премии Екатериной Волочковой. Время узнать о главных событиях. Переходим к дайджесту новостей. С 29 ноября по 1 декабря будет проводиться Пермский инженерно-промышленный форум. Форум является знаковым для региона событием. Мероприятие проводится правительством Пермского края при поддержке и активном участии крупных промышленных холдингов и государственных корпораций, институтов развития, федеральных органов власти-экспертов и практиков индустриального развития, представителей общественности и молодежи. Форум объединит на одной площадке представители научно-образовательной сферы, а также органы власти. Участников ждет обсуждение актуальных вопросов в сфере промышленности. 9 декабря Пермскому региональному отделению «Опора России» исполняется 14 лет. В честь этого состоится общее собрание членов «Опоры России». Подведем итоги работы регионального отделения, а также отметим благодарственными письмами предпринимателей, которые внесли большой вклад в развитие всего регионального отделения, а также в развитие края. Занятие бизнесом – дело непростое. Чтобы достичь успеха, нельзя останавливаться на достигнутом, а самое главное – верить в себя и проявлять свою силу. Девушкам на бизнес-пути сложнее, ведь существуют стереотипы, но все они разбиваются о реальные результаты. 17 ноября в Перми прошел Пермский женский бизнес-форум 2023. Это площадка, которая объединила бизнес-вумен для нетворкинга, развития и продвижения инициатив в женском предпринимательстве. Мы посмотрели статистику со всех сторон, нашу аналитику. У женщин как раз меньше всего проблем, потому что они максимально ответственно подходят ко всему. Ну, как бы вот нет таких каких-то историй про взбалмошность, так скажем, да, изучают законодательство. В общем, у них очень мало нарушений, на самом деле, как оказалось. Как раз таки вот, когда объединяется, мне кажется, такая энергия позитивная, это дает силы идти вперед, еще больше творить, креативить и быть уверенным в себе. На форуме своими кейсами делились эксперты практики, которым удалось масштабировать свой бизнес. Женское предпринимательство сегодня является важным двигателем экономического развития и социальных изменений. Женщины все чаще создают успешные компании и оказывают значительное влияние на рынок. В Пермском крае больше 40% среди предпринимателей, именно представителей прекрасной половины человечества. И надо сказать, что это чуть больше, чем в среднем в стране. Безусловно, есть те ниши и те сферы бизнеса, где женщины преобладают в силу своих, наверное, каких-то определенных качеств, не знаю, человеколюбия, милосердия. Поэтому, например, в социально ориентированном бизнесе в Пермском крае больше 95% женщин, хотя есть и чисто мужские профессии, где женщины себя отлично проявляют. На форуме участницы узнали о новых трендах женского предпринимательства, которые актуальны и на международном, и на региональном уровне. Многие успели обзавестись важными знакомствами, а это значит, получили новые возможности для роста и вдохновения. Форум доказал, что разницы между мужским и женским предпринимательством практически не существует. Оно условно, поскольку в любом случае нас интересует взаимодействие с активными людьми, в принципе. А предприниматели – это как раз очень активная прослойка общества. Однако, все-таки женщины-предпринимательницы, они вызывают, кроме того, еще и отдельное уважение, потому что очень многими качествами нужно обладать. Финальной частью форума стало подведение итогов премии «Деловая жизнь» женщины Пермского края. Это важное событие для ярких и успешных женщин нашего региона. На ней наградили тех, кто в этом году достиг больших результатов в бизнесе и общественной деятельности. Всего было 17 номинаций от тяжелой промышленности и научных исследований, до бьюти-сферы и консалтинга. Помимо памятных призов, победители удостоились статуса «Деловая женщина Пермского края». На Пермском женском бизнес-форуме собрались самые яркие представительницы разных индустрий. Победительница в номинации «Сервис, трансфер, туристическая отрасль» Екатерина Волочкова поделилась с Ириной Южаниновой своим мнением о развитии женского предпринимательства и туристической отрасли. Женщина в бизнесе – это? Это очень многогранный бриллиант, я бы так сказала, потому что женщина в бизнесе, она и как управленец, человек, который принимает какие-то стратегические решения, чтобы принимать, продвигать бизнес вперед. Но это и в то же время забота, это вдохновение сотрудников, вдохновение клиентов. Что касается сферы, моя сфера – это сфера услуг, это забота. В этой сфере много женщин работают? Мне кажется, подавляющее большинство, кто работает в сфере туризма – это женщины. Я думаю, 95% – это женщины. Потому что забота же, да, опять же, о человеке? Да. Проникнув в суть запроса клиента, того, что он хочет на самом деле, и как доктор поставить четкий диагноз, отправить человека именно туда отдыхать, куда он по самом деле хочет. Это именно про заботу, и мужчина, мне кажется, не может настолько глубоко проникнуться проблемами клиента, чтобы ему предоставить именно тот, который… А как же это сделать, если сейчас в основном онлайн тур выбирают, люди экономят, не приезжают в офис? Как? Ты знаешь, я, видимо, из разряда людей, которые староверы, и я всегда за оффлайн. Не хочется, чтобы клиент приходил в офис, и девочки у меня, менеджеры, которые работают в офисах, они зовут клиентов, именно в офис приглашают. У нас, конечно же, присутствует онлайн, но чтобы прочувствовать человека, мы все равно его приглашаем в оффлайн. Чем хорошо именно в нашей компании? Потому что у меня специалисты по много лет работают, они сами ездили в рекламные туры, куда наша компания их отправляет, смотрят непосредственно отели, они понимают, к какому клиенту, к какому отелю подойдет. Потому что, видите, онлайн-картинка, она не всегда правдоподобна действительности. Сейчас очень много информации, мы все захлебываемся в информации, она очень противоречивая, и это касается отелей и отдыха тоже самое. Кому-то может нравиться, например, отдых в Индии, и он будет восхищаться какими-то отелями, а кто-то скажет, что это вообще не моя стихия. И он расскажет так про этот отдых, что никто туда не поедет. А человек, который непосредственно там был, турменеджер, которого отправила туда компания, он пропускает этот отдых через себя, он смотрит отель изнутри, и он эту информацию качественно может передать клиенту. А есть ли какая-то проблематика в вашей сфере бизнеса? Да, у меня есть проблематика, конкретно у меня, как у предпринимателя. Я с ней столкнулась, наверное, пожалуй, впервые. Мне достаточно сложно сейчас найти квалифицированный новый персонал. Хочется расширяться, хочется брать молодежь. Но, к сожалению, у молодежи сейчас взгляд в сторону онлайна. В офисе они не хотят находиться. Да, удаленка. И они многозадачные сейчас, молодежь многозадачная. То есть сфокусироваться в одну сферу достаточно тяжело. Я с чем сталкиваюсь. То есть я беру, им интересна сфера, глаз горит, но они устают сидеть в офисе. Они устают заниматься одним и тем же. Они устают, чтобы качественно оказать услугу, надо глубоко туда погрузиться. Надо со всех сторон посмотреть. Потому что туризм, это, по крайней мере, выездной. Он очень многогранная сфера. И чтобы тебе качественно предоставить услугу, тебе надо обладать большим объемом информации. Это же время, это же надо посвятить этому себя. Вот, поэтому у меня очень хороший, сплоченный, многими годами работающий коллектив. Но чтобы расширяться и нанимать новых сотрудников, я сейчас вот эту задачу для себя решаю. А как сегодня дела обстоят с внутренним туризмом? Дела на самом деле обстоят хорошо, потому что внутренний туризм начал активно развиваться при поддержке государства. Государство выделяет гранты. Развивается, как и внутренний туризм, конкретно в нашем крае, что меня лично очень радует. Потому что создаются объекты, где туристы могут размещаться, облагораживаются пляжи, создаются объекты, где человек может не только там отдохнуть, но и спа какой-то, и экскурсионка, маршруты разрабатываются. Для нас это новое направление, потому что Пермским краем практически раньше не занимались до тех изменений, которые последние годы случились. Но сейчас мы тоже туда погружаемся. Туристы обратили взгляд внутрь страны, оказывается, она у нас такая многогранная, очень интересная, много интересных направлений. Люди едут на Алтай, на Байкал, на Камчатку. Восхищаются тем, какая красивая наша страна. Проект «Деловая жизнь» нацелен на то, чтобы рассказать о самых значимых бизнес-событиях края, а также раскрывать острые проблемы бизнесменов, узнавая истории предпринимательского пути и погружаться в самые интересные мероприятия. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok